Уважаемые коллеги, я хотел бы всех поприветствовать участников конференции и поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить нам сегодня вот такой усиленной бригадой. Это плод работы двух исследовательских центров сибирских. И мы намеренно изменили название нашего доклада, дабы привлечь больше внимания и интереса аудитории. Итак, доклад наш называется «Цитокератин-позитивная опухоль семейства саркома Юинга. Особенности морфологии, иммунофенотипы и прогнозы». Итак, следующий слайд. Вот цель нашей демонстрации. Это демонстрация двух случаев, отдельные субтипы саркома Юинга. Которые обладают особенностями морфологии и биофенотипизма. Итак, первый случай. Молодой человек 18 лет обратился с болевым синдромом и ограничением движения в области коленного сустава. А также вот эта симптоматика сопровождалась периодически возникающим отеком мягких тканей. Из анамнеза было выяснено, что болевой синдром у этого пациента выявлен был с детского возраста. При этом он доставлял не слишком много беспокойств и самопроизвольно купировался. А вот осенью 2019 года появилась выраженная симптоматика в виде интенсивных болей. С этим он обратился к врачу по месту жительства. Пациенту назначалась консервативная терапия, противовоспалительная, обезболивающая, однако эффекта она никакого не имела. При проведении лучевой диагностики в феврале 2021 года была выявлена деструкция в области гистального эпифиза правой бедренной кости. На основании этого была выполнена биопсия спустя месяц и получены данные за злокачественное образование. Пересмотр гистологических препаратов, который был проведен в Томском неонкологии, позволил установить диагноз саркомы Юлинга. И, соответственно, морфологическому варианту был разработан план лечения для этого пациента. Начало неодевантной химиотерапии. То, что касается лучевой картины, по данным магнитно-резонанса спиральной компьютерной томографии, от апреля 2021 года мы видим, что в медиальном эпиметоде афизе правой бедренной кости определяется обширная зона смешанной деструкции. Литические участки, которые отличаются мелкими размерами, окружены зонами склероза хаотичными, без какой-то четко выраженной очерченности границы. По медиальному и заднем медиальному контуру определяется наличие мягкотканного компонента. Кроме этого, имеет место переостальная реакция в виде козырькового переостоза. Ну и заключение на первом месте здесь фигурирует как остеосаркома по этому случаю. При метрологическом исследовании округ построена слабо или умеренно полимотными клетками, с узкой цитоплазмой, с нормогипетромным ядром. Клетки образуют гнездщатые, островковые, трабикулярные или узкие тежи, располагающиеся в массивной деснопластической строве. Среди округлевых структур отмечается тенденция по периферии их к полисадности или формированию истинного чистокола клеток. А в отдельных структурах мы наблюдаем микрофокусы перотенизации, полисадность. При иммуногистохимическом исследовании округлеспецифические маркеры имеют положительную реакцию. Это Сидидин-У109, ФЛА-1. Кроме того, положительная диффузная интенсивная экспрессия кератиновый коктейль АЕ-1, АЕ-3. Слабая в части, незначительная часть клеток, но, однако, явная реакция с аптеляльным мембранным антигеном. Умеренно выраженный пролиферативный инкс, 24%. При молекулярном медицинском анализе обнаружена специфическая транслокация, свойственная саркома Юинга. Диагностическое заключение. Саркома Юинга, адаматиному подобный вариант правой педренной кости, G3. Для небольшой справки, адаматином подобный вариант саркома Юинга отличает достаточно характерная морфология в образе базолоидной архитектуры, гнёзд счёты с клетки базолоидного типа, с палисадой образования по периферии, располагающейся в десмопластической скроме. При иммуногистохимическом исследовании отмечается облигатная экспрессия эптелиальных маркёров, это цитокератин, эптелиальный мембранный антиген. И клинически данный вариант отличает от всех прочих субтипов саркома семейства саркома Юинга более агрессивное течение и выраженно неблагоприятный прогноз. Второй случай. Второй случай отображает историю заболевания пациентки 52-х лет. Она также обратилась к болевым синдромам и наличию объёмного образования в области левой голени. Из анамнеза выяснено, что в мае 2019 года отмечено было появление отёков в области верхней трети левой голени, что сопровождалось ещё и болевым синдромом. Начато было противовоспалительное лечение, подключились антибиотики и было достигнуто временное клиническое улучшение. А вот в октябре 2019 года отмечается возврат клинической симптоматики с интенсификацией болевой симптоматики. Было проведено комплексное лучевое обследование, на основании которого была выявлена деструкция на уровне верхней и средней трети левой большеберцовой кости с экстрасальным компонентом. Выполняется биопсия в апреле 2020 года, по результатам которой был выставлен дифференциальный диагностический ряд, в который вошли неэрендокринная карцинома в виде статического варианта, а демонтинома и остеосаркома. На основании этого мы разработали план лечения, первым этапом которым была выполнена широкая сегментарная резекция диафиза большеберцовой кости с одномоментной реконструкцией, индивидуальным титановым имплантом, изготовленным с применением технологии 3D-печати. В послеоперационном периоде, когда нам удалось все-таки добиться верификации диагноза в пользу саркома Юинга, пациентка вышла уже на адювантную химиотерапию. Здесь надо сказать, что наложились ковидные проблемы, пациентка перенесла коронавирусную инфекцию, и это явилось задержкой в проведении в начале химиотерапии. И в сентябре 2020 года у пациентки выявляется на фоне отсутствия изначально, отмечается появление отдельных очагов в легких. И на сегодняшний день пациентка продолжает химиотерапию, собственно говоря, и мы планируем выполнить хирургический этап при достижении стабилизации процесса. Итак, возвращаясь к лучевой картине, анализируя данные МСКТ, мы видим, что имеется обширная протяжённая деструкция диафиза большеберцовой кости, сопровождающейся утолщением неравномерным к артикальной пластинке с неровностью контуров как внутреннего, так и наружного, и формированием экстраосального компонента, размеры которого мы можем оценить по следующей картинке, это уже МРТ. Соответственно, михтотканный компонент окружает циркулярно в виде муфты большеберцовую кость, распространяясь в проекцию сосудистого нервного пучка, а также инфильтрируя подкожную клетчатку по передней поверхности. Протяжённость внутрикосного распространения составляет более 55 мм. Структура вот этого компонента неоднородна с очагами некроза. И что крайне важно для определения хирургической тактики в данном случае, мы оценили протяжённость свободного сегмента проксимального от опухоли, и он составил 48 мм. Это граница от хрящевой пластинки до верхнего края опухоли. Ну и довершает вот эту картину лучевой диагностики, выполненная в остеосинтеграфии с технецием, мы видим на скане отсутствие дополнительных очагов и поражение, протяжённое в большеперцовой кости. Николай. При микроскопическом исследовании отмечается наличие опухоли около 5 см в диаметре, циркулярно охватывающей кость с формированием циросального компонента, с инвазией окружающей ткани. При микроскопическом исследовании гистология опухоли уже существенно иная. Клетки, особенно характеристика рисунка хроматина, ядер, достаточно типичные для клетки сортума Юлинга, селтон-пеппер, такой типичный, неразличимая сетоплазма. Клетки образуют солидные, обширные поля, однако в архитектуре опухоли отмечается устойчивая тенденция к формированию розеток, такое некое розеткообразование. Розетки, как истинные, гомер-врайт, так и псевдорозетки, флексеры Метштайнера, сосудистые псевдорозетки, в обилии, практически в каждом поле зрения при малом-среднем увеличении, псевдорозетки, псевдососудистые розетки. При иммуногистохимическом исследовании также тотальная интенсивная экспрессия опухоли-специфических маркеров СИД-99, ядерная тотальная экспрессия ПЛАЙ-1. Кроме того, отмечается экспрессия так называемых невральных маркеров, нейроноспецифическая аналаза, значительная часть клеток, явная реакция положительной санатопезина, экспрессия АЕ1-АЕ3, незначительная часть, но вполне очевидная реакция, выраженный пролекоративный индекс составляет 43%. При морепулярном генетическом исследовании обнаружена специфическая транслокация, диагностическое заключение санкома Юинга, вариант периферических пнет большеперцовых костей G3. Периферический пнет – вариант, характерный своей архитектурой, это формирование розеток, псевдорозеток, иммунофенотипически типична для нее экспрессия так называемых невральных маркеров, значительная часть и случаев пнет экспрессии птилиальных маркеров, и прогноз также, как при адаматинома Лайк и Юинга, агрессивен, агрессивное клиническое течение, выраженный с ним неблагоприятный прогноз, в частности, пятилетняя выживаемость составляет всего лишь 30%. Важно упомянуть критерии оценки невральности, так называемой невральности, согласно концепции германских патологов Дитмара, Шмидта, Сотоварищей, морфология формирования розеток, псевдорозеток, по их утверждению, уделено соотношение 1-5, но у нас гораздо больше псевдорозеток. Иммунофенотипически экспрессия два и более невральных маркеров из пяти перечисленных, 57 и 100, НСЕ, из этих пяти в нашем случае позитивные, НСЕ и Синаптопезин. Немножко обратим взоры на общую картинку семейства опули и сархума Юинга. Согласно классификации ПИНТУ, они объединяют 8 субтипов. Это классический вариант Юинга, типичный, периферических нет, адамантиномоподобный, веретиноклеточный, алисинолиальная сархумоподобный, склерозирующий, сосудистоподобный и опуль эскина. Частота встречаемости по данным Эндрю Фольби и Ломбард Бош, конечно, значительно превалирует классическая сархума Юинга, 70%, существенно ниже периферический ПНЕД, 14% и все остальные 6 субтипов, это 2, 3, 5% частота встречаемости. Таким образом, в нашем случае периферический ПНЕД и адамантиномоподобный, который составляет под данным около 5%. Надо сказать, что экспрессии эптелиальных маркеров, цитокератинов и ЭМА облегантно проявляются в двух вариантах семейства сархума Юинга, адамантиномоподобный вариант и веретиноклеточный сархумоподобный вариант. В периферическом ПНЕД части клеток обнаруживается экспрессии эптелиальных маркеров. В заключении хотелось бы сказать, что представленное случай, отражающее, но достаточно типичное, отражающее два таких редких, но важных клинически актуальных субтипа, это проэптелиальный иммунофенотип данных субтипов и выраженный неблагоприятный прогноз на фоне остальных урлений семейства сархума Юинга. Благодарю за выражение. Продолжение следует...